Пожар на лайнере Carnival Triumph. Это лайнер класса Destiny, которым управляет компания Carnival Cruise Line. Был построен на верфи Манфолкоун в Северной Италии и спущен 23 октября 1999 года. Он имеет длину 272 и ширину 35 метров. Его силовая установка состоит из шести дизель-генераторных установок, четырех 16-цилиндровых и двух 12-цилиндровых среднеоборотных дизелей. Два его 18-мегаваттных электродвигателя и грибные винты с регулируемым шагом обеспечивают кораблю максимальную скорость до 22 узлов. Для маневрирования в портах у лайнера есть шесть поперечных подруливающих устройств. В воскресенье 10 февраля 2013 года на лайнере произошел пожар в кормовом машинном отделении. Хотя он был автоматически потушен и пассажиры и члены экипажа не пострадали, он привел к потере мощности и тяги. Что еще хуже, неочищенная сточная вода начала скапливаться на пассажирских палубах, создавая серьезную опасность для здоровья. Это был четвертый пожар в машинном отделении на принадлежащем Карнивал Круис Лайн лайнере, включая Трапикал в 1999, Карнивал Спленда в 2010 и Коста-Аллегро в 2012 году. Во второй половине дня 13 февраля судно буксировали два морских буксира, а вечером ожидалось прибытие третьего. Цель состояла в том, чтобы добраться до порта в мобиле к полудню 14 февраля, но сильный ветер задержал прибытие. После того, как буксирный трос оборвался, прибытие было отложено на еще большее время. Лайнер наконец пришвартовался к 21 часу 20 минутам. Затем морское управление Багамских островов, береговая охрана США и Национальный совет по безопасности на транспорте, начали расследование инцидента. Морское управление Багамских островов было ведущим следственным агентством, потому что Карнивал Триемф – это судно, плавающее под Багамским флагом. Первоначальные отчеты следователей от 18 февраля показали, что пожар был вызван утечкой в линии возврата мазута от дизельного двигателя номер 6, в результате чего топливо пролилось на горячую поверхность и воспламенилось. За две недели до пожара в машинном отделении у Карнивал Триемф возникли проблемы с двигателем, из-за которых он опоздал на 5 часов, что задержало отплытие лайнера в следующий круиз той ночью. Во время нахождения в порту подразделения морской безопасности береговой охраны в штате Техас была проведена инспекция судов, в результате которой было обнаружено короткое замыкание в соединительной коробке высокого напряжения одного из генераторов. После проверки была выпущена директива с датой соблюдения 27 февраля 2013 года, требующая, чтобы состояние судна и его оборудование поддерживалось в соответствии с правилами. Для обеспечения того, чтобы лайнер во всех отношениях остался пригодным для выхода в море безопасности для него или находящихся на борту людей. Система морской информационной безопасности и правоохранительных органов береговой охраны показала, что этот недостаток остался неустраненным во время последующего пожара и отключения электроэнергии в море 10 февраля. 3 апреля 2013 года, когда Carnival Triumph был пришвартован в штате Алабама для ремонта после пожара 10 февраля. Из-за ураганного ветра корабль сорвался с причала и ударил по пришвартованному судну инженерного корпуса армии США Дреджвилла, получив пробоину длиной 6 метров. После этого ремонт был отложен на 10 дней, что привело к отмене еще двух рейсов, прежде чем лайнер вернулся в строй 13 июня 2013 года. В 2019 году Carnival Triumph пришвартовался в Испании для ремонта стоимостью 200 миллионов долларов. После завершения он был переименован в Carnival Sunrise. Субтитры создавал DimaTorzok